МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и дневной выпуск информационной программы Республика в студии Юлия Важенина. Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния руководителей субъектов страны за октябрь. Клава Чувашия Михаил Игнатьев занял в нем 34-е место, улучшив свой результат по сравнению с сентябрем на 18 пунктов. И переместился из группы среднее влияние в группу сильное влияние. Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие 25 экспертов, политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Месяц работы с бюджетом принес заметные результаты. По сравнению с цифрами, за первый и третий квартал итоги по октябрь включительно увеличились практически по всем позициям. Состояние республиканской казны обсуждено еженедельным совещанием главы и правительства Чувашии. Минфин подсчитал, только за октябрь к доходам прибавили 3 с лишним миллиарда рублей. Всего же за 10 месяцев доходы составили без малого 31 миллиард. Собственные – 18 миллиардов рублей. Большая их часть – это налоги на прибыль и доходы физических лиц. Мы имеем на сегодняшний день рост. Рост 8,3% к аналогичному периоду прошлого года. В абсолютном значении данный налог мы собрали с плюсом 358 миллионов рублей. По году мы прогнозируем также положительную динамику роста по данному налогу на уровне 7%. Также мы представили данные. Количество организаций, которые сегодня увеличивают нам поступление данного налога. Это всего 49% от всех юридических лиц, которые являются плательщиком налога на прибыль. Что касается налога на доходы физических лиц, то его собираемость по итогам 10 месяцев не достигла плановых показателей. Это связано с высокой возвращаемостью. Доля возврата по этому налогу самая большая в ПФО и составляет 18%. На совещании состоялся и отдельный разговор с должниками в бюджет. На ковер вызвали четырех руководителей предприятий и организаций, с которыми налоговые органы не могут справиться самостоятельно. Кто-то не платит с апреля, у кого-то задолженность возникла в более поздние сроки, кто-то находит необходимые средства только после проверок. И во всех случаях речь идет о приличных долгах. Глава Чувашия напомнил, эти деньги в конечном итоге выпадают из статьи расходов на социальную сферу. Вы уже ходите в наши больницы, это все касается. Дети ходят в наши садики. Мы должны их кормить, соответственно, тепло давать, рассчитываться и так далее. В комфортных условиях на сегодняшний день мы создаем эти условия. Кто-то платит, тяжело, непросто, а кто-то не платит. Когда вы рассчитаетесь и когда войдете в текущий хороший график. Планирую полностью выйти к текущему графику 15 декабря. Это уже объективная дата, она будет, чтобы не обещать, что там через неделю, потому что, к сожалению, что-то не произойдет через неделю. Обсудили на совещании выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По данным Минструю Республики, первый этап, на котором необходимо было переселить 1410 семей, выполнен. Причем в пяти муниципалитетах проблема снята полностью. Второй этап выполняется, восемь муниципалитетов его уже завершили. Речь идет о переселении 1130 семей. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Более подробную реализацию республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилья обсудили накануне в ходе видеоконференции Михаила Игнатьева с главами районов и городов Республики. Республика по реализации программы находится на 32-м месте в России и на 6-м в ПФО. До 2017 года сносу подлежат 853 аварийных многоквартирных дома, в которых проживают более 13 тысяч человек. Минстрой высказал свои опасения по срыву сроков в Маргаушском и Ядринском районах, а также в городах АллатРь, Шумерля и Чебоксары. К примеру, в Маргаушском районе переселены 40 человек из 19 жилых помещений, а должно быть 105. Причина задержки – длительное проведение аукционов и заключение контрактов. Дом по улице Пыгерцена уже введен в эксплуатацию 30 октября 2016 года. Мы просто торопили и совместными училиями заставляли подрядчику Жилстрой ускориться. И сейчас идут работы по оформлению документов, передаче жилых квартир собственникам. В течение ноября планируем там все заселить, ленточку разрезать. В АллатРе долго шли торги, заявки не подавались, было принято решение продлить сроки завершения строительства до 31 декабря. В рамках второго этапа подлежит переселение 70, как было сказано, 77 семей. Из них в настоящее время 6 квартир закупили. Два дома строятся на улице Мебельщиков. Вывели уже на второй этаж, соответственно, 30 и 29 квартир. В целом работы идут согласно графику. Думаю, что 25 декабря мы завершим. Опасения меня сейчас вызывают инженерные сети. В Чебоксарах на втором этапе реализации программы необходимо расселить 22 дома. На 9 площадках города идет строительство. Сейчас у нас три позиции сложные, по которым ведется строительство. Я уже сказал, Богдана Хмельницкого, Северский комфорт, Южный и Сосновка. По Сосновке только на следующей неделе, скорее всего, мы начнем строить. По Богданке и по Яблочковой стадия готовности сегодня около 70%. Планируем ускориться. В настоящее время началась реализация третьего этапа программы, в котором предусмотрено переселение около 3000 человек из 244 аварийных домов. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Олег Якимов, Республика. В минувшие выходные в одном из домов Новоюжного района Чебоксар произошел пожар, в котором погибла хозяйка квартиры и пострадал ее 50-летний сын. Возгорание произошло вчера около 12 часов дня в пятиэтажном доме по улице Хузангая. Пожарную службу вызвали очевидцы, которые почувствовали запах гари. Спасатели прибыли через 9 минут. Для ликвидации пожара сотрудникам МЧС пришлось выломать дверь. Основная версия – неосторожное обращение с огнем. В 8 ноября около 12 часов дня произошел пожар по улице Хузангая в одном из домов. В данной квартире проживали гражданки и ее сын. В результате пожара, к сожалению, хозяйка квартиры в 44-м году рождения погибла у нас. В принципе, причины пожара, я сразу почти не согнул, прикуривание со стороны сына, с 4-го года рождения. Потому что у нас там в журнале столики лежали, обрежавшие фрагменты спичек, а курки, скорее, грабили за чашу были. Хозяйка была пенсионерка, она лично не курила. И вот оказалось то, что пенсию выдали пораньше, перед праздниками, 6 ноября получили пенсию. Вот, соответственно, сын жил на ее пенсию, нигде не работал. И, как обычно, пропивал эту пенсию. Ну, ущерб восстанавливается в течение 10 дней, но предварительно мы считаем, что 1050 будет ущерб примерно. Ну, там пострадали еще соседние окна. Ну, это подлежа замене, управляющая компания заменит. Труп передан в судовую экспертизу, на Пирогово. Выезжала наша пожарная лаборатория. Сайта пожарной лаборатории, она сейчас определяет причины пожаров. Ну, изъяли там провода, изъяли брусты. Ну, скорее всего, если ничто не будет указано на другие причины, данные приночные причины курения со стороны, ценно подтвердится, скорее всего. Пожарный чест приехал в течение 9 минут, как бы норматив для городов до 10 минут. По времени, в принципе, уложились. Вызвали очевидцев, конечно, по телефону. Не было, это средовое стандартное пожар в квартире. Единственное, там, конечно, была дверь закрыта изнутри. То есть указано на то, что они сами заперлись с вечера. И, соответственно, исключаем тут какую-то причину. Убийца там специально спровоцирована такая, как бы, поджог. Да, исключаем, потому что дверь была заперта внутри, и пожарную нашу ее выбивали. Зламывали дверь сами. Что тоже дали на определенное время, конечно, да. По факту ЧП проводится следственная проверка. С начала этого года в Чувашии произошло более 800 пожаров. Частая причина – неосторожность при курении, сообщили в управлении. В Мариинском посаде завершил свою работу лагерь прокачка. Здесь собрали вместе ребят, которые перенесли душевную травму и расстались со своими родителями. Теперь их учат жить по-другому. В лагере для детей на протяжении недели проводили мастер-классы. Инициаторами этого проекта стали члены Ассоциации замещающих семей и Республиканский Центр комплексного сопровождения детей. Подробности в следующем материале. На мастер-классы в тельняшках эти ребята приходят не случайно. В лагере прокачка детей обучали морскому делу. Очередной урок посвятили непростой науке вязания узлов. Всего их насчитывается более 500. Завязали обычное переплетение. Обычное. Хорошо. Теперь левую ручку положил наверх. В гости к ребятам приехала и чемпионка страны по спортивному ориентированию на местности. Чтобы одержать победу в этой игре, мальчишкам и девчонкам было необходимо отыскать нужную цифру и сделать отметки на компостере. За неделю в этом лагере провели немало интересных мастер-классов. Их обучали оказанию первой медицинской помощи, актерскому мастерству и даже стрельбе из арбалетов. Здесь очень хорошо. Здесь можно заниматься. Тут как школа почти что. Понравились друзья новые. У меня есть друг с первого корпуса, третий этаж. В следующем году намерена сюда приехать. В лагере прокачка собрались дети, которым необходима скорейшая адаптация в новых семьях. Эти ребята сейчас проживают у приемных родителей. Их кровных мам и пап лишили прав на воспитание. Опыт наш первый. Опыт достаточно инновационный. Мы хотим, чтобы ребята уехали отсюда с огромной мотивацией к учебе, во-первых. На сплочении очень много тренингов было проведено. Также очень много тренингов было показано мастер-классы профессионального мастерства. Результаты налицо, отмечают воспитатели. К примеру, Витя Семенов после участия в мастер-классах уже мечтает стать моряком. Мне нравится быть моряком, потому что там можно кататься по кораблю, можно на берег выезжать. Смену для ребят из замещающих семей планируют открыть и в следующем году. Медрик Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика. В минувшие выходные дворец детского и юношеского творчества принимал гостей. 80 человек из центра внешкольной работы на Сумском из Москвы приехали в столицу Чувашии на межрегиональный фестиваль. Для гостей осенних встреч была разработана целая программа мероприятий, показательные выступления воспитанников дворца творчества, мастер-классы по декоративно-прикладному направлению, вокалу и хореографии. Гости могли в полной мере познакомиться со всеми направлениями деятельности нашего дворца. И главное, что ваши дети удивительные дети, они потрясающие, они нам очень понравились. По крайней мере, наши дети ходили из кабинета в кабинет с огромным дворцем смотрели, потому что вы сами показывали профильные. Ну, практически все, что было нам показано, имеется место и у нас в центре, но в таком количестве и на таком высоком, хорошем уровне, на котором работают ваши профессионалы, я так поняла, педагоги, это, конечно, нас порадовало серьезно. Состоялся и живой конструктивный разговор о современной системе дополнительного образования, специфики его развития в Москве и Чувашии. Творец творчества и центр внешкольной работы на Сумском подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместную работу в сфере информационной, организационной и творческой деятельности. В общем, рассчитано на новые впечатления и идеи. Чебоксары в очередной раз стали культурным и музыкальным центром. В столице Чувашии состоялся межрегиональный конкурс-фестиваль гитарного искусства «Три дня в ноябре». Они могут виртуозно исполнить любую композицию. С помощью гитарных струн музыкантам удается затронуть струны души зрителей и слушателей. Фестиваль «Три дня в ноябре» – это продолжение другого гитарного конкурса, который проходил в Чебоксарах 10 лет назад. В этом году его снова возродили. Показать свои таланты съехались участники из разных городов, всего около 60 человек, а оценивали мастерство лучшее из лучших в своем деле – преподаватели и лауреаты всевозможных музыкальных конкурсов. Жюри выделило особенность выступлений участников из Чувашии. Есть в исполнении некоторая чуткость, душевная струнка присутствует в исполнении. Возможно, что это обусловлено национальной особенностью, но я считаю, что да, что-то такое тонкое, неуловимое. Конкурс проходил по трем направлениям – соло, гитарный ансамбль и ансамбль с участием гитары. Ребята оценивали по возрастным группам. Каждый гитарист исполнил два музыкальных произведения. У юных музыкантов была возможность не только показать себя, но и получить урок от профессионалов. Это дает стимул к дальнейшему развитию. Потом они слышат друг друга, слушают друг друга, видят, на каком уровне они находятся в данный момент. Общаются друг с другом, берут друг от друга что-то свое, что-то для себя новое. Я считаю, что конкурсы, фестивали очень развивают детишек. Идет хорошая такая настоящая работа, которая, вот, кстати, детский конкурс, уже по нему видно, что, когда происходит вот такая правильная работа, и вот сейчас вот дети выходят, это уже, я уже вижу, они очень хорошо играют по этому. Фестиваль помогает молодым талантам раскрыться и заявить о себе. Маленькая победа может стать началом новых свершений. Татьяна Леонтьева, Леонна Алтухова, Андрей Спиридонов, Республика. До командного чемпионата мира по спортивной ходьбе осталось всего полгода. Именно в столице Чувашии пройдут одни из главных стартов на пути к Олимпиаде в Рио. На какой трассе пройдут соревнования, где разместят команды, и многие другие вопросы были обсуждены во время визита инспекционной комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Вопросов по проведению командного чемпионата мира по спортивной ходьбе много, а вот времени не очень. С прошлого визита инспекционной комиссии ИААФ прошло ровно 7 месяцев. И вот они вновь тут, чтобы оценить проделанную республикой работу и, возможно, высказать пожелания. Мы приехали, мы решили много вопросов уже, у нас много вещей, которые нужно обсудить по подготовке. Но я уверен, что все будет замечательно, что соревнования будут проведены на хорошем уровне, потому что в Чебоксарах и в Чувашии большой опыт проведения соревнований. В 2008 году был проведен замечательный Кубок мира, так что уверен, что все будет хорошо. Работа делегации началась с оргсобрания, после чего представители комиссии посетили непосредственно и саму трассу. Ее уже расширили, поселили новый асфальт. Длина трассы 1 километр. И уже во время следующего инспекционного визита она будет сертифицирована. Хочу сказать, что действительно это большая ответственность. И то, что нам доверили право проведения два раза подряд командного чемпионата мира по спортивной ходьбе, это высокая честь и большая ответственность. Поэтому вопросы, конечно же, в ходе инспекционной комиссии возникли. Но те предложения, которые были даны комиссией в предыдущий раз, они нами выполнены. Мы сегодня видим, что у нас трасса фактически готова для проведения. Продумали и культурную программу соревнований. Причем от гостей поступило предложение организовать массовый заход с участием иностранных атлетов под предводительством олимпийских чемпионов. А их приезд неоспорим, так как 7 и 8 мая соревнования примут сильнейших скороходов из 60 стран мира. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать более подробно о событиях дня в вечернем выпуске Республика. Увидимся в 20.00. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин